Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео представляю обзор книги «Поток. Психология оптимального переживания». Автор Михай Чиксент Михайи. Автор один из наиболее признанных и авторитетных во всем мире психологов. В юности он эмигрировал в США из Европы, где родился и вырос. И после окончания Чикагского университета занимается исследованиями, принесшими ему всемирную славу. Профессор и директор Центра исследований качества жизни. Член Американской Академии Образования. Книга «Поток» представляет собой очень нетривиальный подход к проблемам эмоциональной жизни человека и регуляции поведения. Радость «Потока» – это высшая награда, которой может одарить нас природа за стремление к решению все более и более сложных задач. В отличие от уровня жизни качество переживаний можно повысить, заплатив только одной валютой – вложением внимания и организованных усилий. Другая валюта в царстве «Потока» не котируется. Давайте посмотрим, какая же аннотация к этой книге. А потом я коротко сделаю обзор на главы этой книги. Итак, аннотация. В своей культовой книге выдающийся ученый Михаи Чиксент Михаи представляет совершенно новый подход к теме счастья. Счастье для него сродни вдохновению. А состояние, когда человек полностью поглощен интересным делом, в котором максимально реализует свой потенциал, Чиксент Михаи называет «потоком». Авторы анализируют это плодотворное состояние на примере представителей самых разных профессий и обнаруживают, что эмоциональный подъем, который испытывают художники, артисты, музыканты, доступен в любом деле. Более того, к нему надо стремиться и не только в целенаправленной деятельности, но и в отношениях, в дружбе, в любви. На вопрос, как этому научиться, отвечает книга. Книга состоит из десяти глав. В начале, перед главами основного текста идут три параграфа. Это «Как ковать счастье? Секреты мастерства». Предисловие автора к русскому изданию. Предисловие к изданию 1990 года. Далее идут следующие главы. Первая глава. Новый взгляд на счастье. Вторая глава. Анатомия сознания. Третья глава. Радость и качество жизни. Четвертая глава. Условия потока. Пятое. Тело и поток. Шестое. Поток мысли. Седьмое. Работа как поток. Восьмое. Радость общения с собой и с другими. Девятое. Как обмануть хаос. Десятое. Создание смысла. Далее идут примечания из список литературы. Я читал эту книгу и одновременно я делал вот такие закладки до какого-то момента, отмечая интересные для себя моменты. А закладка представляла собой вот такую бумагу, бумажку, где я начало фрагмента писал несколько слов и конец фрагмента писал несколько слов того фрагмента, который меня зацепил. Сейчас я открою на страничке и прочитаю одну из цитат, которая меня тогда привлекла внимание. Оптимальные переживания складываются в ощущении овладения собственной жизнью. Вернее, даже в ощущении причастности к определению содержания своей жизни. Следующая цитата. Состязание приносит наслаждение лишь до тех пор, пока служит средством совершенствования навыков. Став самоцелью, оно перестает доставлять радость. В целом, книга описывает те состояния, которые, я почему-то уверен, каждый из нас испытывал когда-либо. Например, начиная делать какую-то работу, мы отмечаем начало этой работы. Допустим, она началась в 12 часов. Мы в нее погружаемся, мы считаем, что эту работу мы можем сделать за 2 часа. И мы входим в какое-то особое состояние, когда остальной мир, остальные люди, мысли, чувства внутри нас перестают существовать. А когда мы заканчиваем делать ту работу, которую наметили, и мы оцениваем, что мы эту работу сделали полностью, мы снова обращаем внимание на время и видим, что прошло всего 1 час. Или 1 час 15 минут. То есть намного меньше того времени, который мы отвели себе для выполнения этого дела. И данное состояние, состояние, то, что автор книги называет потоком, я скорее бы назвал чувством вовлеченности, чувством одновременно отрешенности от мира, чувством сосредоточенности на конкретной задаче. Но, видимо, поток, психология оптимального переживания. С такими словами, эту книгу можно было бы продать больше тиражом экземпляров, чем с названием, допустим, отрешенность и сосредоточенность. Я не хотел бы в этом отзыве портить вам впечатление от прочтения данного труда, потому что я получил хорошее впечатление, когда читал эту книгу. И поэтому делаю на эту книгу сейчас обзор. И рекомендую вам ее прочитать и использовать в своей жизни. Вначале найти те ситуации, которые были в прошлом и которые похожи на состояние потока, а потом, используя рекомендации в этой книге о том, как создавать поток, как его поддерживать, как готовиться к этому состоянию потока, использовать эти рекомендации для того, чтобы пребывать в потоке большее количество времени. Благодарю вас за внимание. Это был отзыв и обзор на книгу «Поток. Психология оптимального переживания». Автор Михай Чиксент Михай. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк, поделитесь этим видео в социальных сетях. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.